В том числе его периоды в Тбилиси, а также рады приветствовать членов Конгресса КОН. Мы эту выставку проводим вместе с театральным музеем имени Бахрушина, а также межрегиональным центром Шаляки. Мы с вами были в Тбилиси, а также межрегиональным центром Шаляки. Мы с вами были в Тбилиси, а также межрегиональным центром Шаляки, а также межрегиональным центром Шаляки, а также межрегиональным центром Шаляки. Отдельная благодарность директору Театрального музея имени Бахрушина, господин Дмитрий Викторович Родионов. Спасибо огромное Тимофееву Юрию Ивановичу, президентом из Нуракты, межрегионального Шалякинского центра, а также межрегиональным центром Шаляки. А также межрегиональным центром Шаляки, которая является куратором выставки и заведующим отделом музея Бахрушина, а также межрегиональным центром Шаляки. Спасибо. 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 Добрый день, дорогие друзья, дорогие коллеги. Дорогой господин директор Грузинского театрального национального музея, для нас большая радость сделать эту выставку, которую мы уже показали в Москве, и теперь с большей радостью поправить в замечательном городе Тбилиси. Я испытываю действительно большое чувство радости и ощущение настоящего музейного братства. У нас сложились потрясающие отношения с нашими коллегами из Тбилисского музея. Мы подружились по-настоящему, я уверен, надолго, открыли для себя вдруг неожиданно много общих исторических страниц. Когда в начале, еще в 20-е годы, наши руководители наших музеев оказываются активно общались между собой, и теперь для нас это целая страница нашей истории, которую мы будем вместе изучать для того, чтобы, может быть, что-то вместе сделать в виде какой-то интересной и, как я бы даже сказал, завлекательной летописи. Память об этом замечательном дне, когда мы открываем выставку посвященную легендарному русскому, который провел в Тбилиси, наверное, одно из своих лучших. Те книги, которые остались для него навсегда в жизни, о которых он всегда вспомнил с необычайной теплотой, в замечательном Тбилиси, я хотел бы подарить на память нашим коллегам эту книгу безусловно. Это книга о нашем главном доме-музее. Но внутри лежит маленькая изобретенная книга. Это программа Тифлисского казенного театра от 1909 года. Для меня она замечательна тем, что на одной маленькой бумажке объединяется столько культур, что захватывает дом. Речь идет о пьесе Георгия Семкевича Камы Гриндиша, премьеры, которая состоялась в Тибилисском казенном театре. Показывал эту премьеру замечательный русский актер Собольщиков в Самаре. И в этот же день, вернее, на следующий день в этом театре была представлена историческая пьеса Петр Великий. И в пятницу, во второй раз, новая пьеса Берштейна «Израиль». Вот эту замечательную программу я дарю своим коллегам в память о нашей войне. Большая честь получать подарки из Театрального музея Российской Федерации с именем Бахруши. Спасибо вам большое. Мы сейчас хотим предоставить слово Музурию. Хотим сказать, что когда Арсений Швили создавал этот Театральный музей, рядом с ним Бобок стоял Театральный музей имени Бахрушина. Очень долгое время не было связи между нашим музеем и Театральным музеем. И в Театральный музей имени Бахрушина призвал господин Юрий, который познакомил нас с представителями Театрального музея имени Бахрушина. Останавливал эту связь, если можно сказать. Так что для меня особенная честь пригласить к микрофону господина Юрия Ивановича Тимофеева, президента межрегионального шаляпинского центра. Добрый день, дорогие друзья. Мне приятно сознавать, что Фёдор Иванович Ляпин приветствует вас на этой территории. Мне приятно сознавать, что под сводами этого музея два музея Тбилиси, два музея Москвы и Халяпин. Мне приятно сознавать, что вторая родина Халяпина, а это считается действительно Теплис, вторая родина Халяпина, где он стал певцом. Приветствует вас, и мы здесь находимся. И благодарны Батону Георгию за то, что это состоялось. Спасибо. Здесь музей Хаус Гамурчавули Танамшрумель. Мы прорывем в Пикробром Пахрушени, Сахалбис, в русской театре Олимузею Сатуис, а с этим Гамурчавули Танамшрумель с Танамшрумелью, не сатémie татья, но не сусветило. Помогите мне микрофон. У всех музеев есть такие... У каждого музея есть свой особенный сотрудник. Я думаю, особенность госпожа Светланы передать это очень трудно. Вы должны его знать, чтобы это понять. У меня большая честь пригласить к этому микрофону душу этой выставки, куратору этой выставки, который был энергией и давал нам новые идеи, не ставил ни одну минуту на одно место и создал эту интересную выставку, в которой, я думаю, чувствуется все. Спасибо большое, мне очень лестно. Я хочу начать вот с чего. Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, здравствуйте. Я хочу сказать всем здравствуйте от имени создателей этой выставки и российских музеев, и российского музея, и музеев Белиси, потому что кроме этого музея нашей практики принимают участие в музее Белисской консерватории. Я хочу вам сказать здравствуйте через сто лет от имени Федора Ивановича Шаляпина, потому что Федор Шаляпин в последний раз приезжал в Техлис в 1915 году, потому что наша выставка, как принято это часто, приурочена к столетию со дня присвоения Федора Ивановича Шаляпина звания почетного гражданина города Техлис. Я хочу сказать от его имени, потому что это был для него, как Федора Шаляпина, для изучения истории творчества Шаляпина совершенно особенный. Итак, сто лет со дня присвоения ему почетного звания гражданина города Техлис, 125 лет со дня начала его творческой биографии. Началась она немножко раньше, чуть позже, простите, не в Техлисе. А еще 120 лет с того дня, когда Шаляпин был назван солистом императорских театров. Словом, мы открываем выставку в этом замечательном музее в совершенно замечательный юбилейный год. Много юбилейный год. Техлис Федор Иванович Шаляпин называл городом чудодейственным для себя. Чудодейственным потому, что, во-первых, он познакомился здесь с совершенно удивительным педагогом Дмитрием Андреевичем Исатовым. Потому что он здесь учился петь и быть настоящим артистом. Всего 10,5 месяцев, в которых Федор Иванович Шаляпин учился в кружке Дмитрия Андреевича Исатов, были, не поверите, единственной консерваторией, которую когда-нибудь заканчивал великий русский артист с мировым потом именем Федора Ивановича Шаляпина. Здесь он познал настоящую дружбу и первую любовь. И когда мы стали делать эту уставку, то выяснилось, что она может быть совсем другой. Совершенно отличной от тех, которые ранее мы делали, скажем, в нашем Вахрушинском музее. Отличной потому, что выяснилось, и, собственно говоря, было известно, что Вахрушинский театральный музей является обладателем самой, пожалуй, крупной в России и в мире коллекции материалов, связанных с творчеством Федора Ивановича Шаляпина. И когда мы несколькими годами раньше готовили каталог коллекции Федора Шаляпина в нашем музее, то я, занимаясь этим каталогом, обнаружила очень значительное количество ахиш Тифилийского периода. 1892-1993 год, согласитесь, сейчас это так далеко. И когда Юрий Иванович приехал и сказал о том, что он завязал замечательные отношения с вот этими удивительными людьми, и когда сказал о том, что давайте, может, выставку сделаем, мы тут же ухватились за эту идею. И выяснилось, что в этом музее тоже, конечно, есть некоторые материалы, касающиеся творческой биографии Шаляпина, что здесь есть совершенно удивительные письма, касающиеся его первой любви, о чем никогда, у нас очень мало было известно ранее. Здесь есть некоторые личные вещи Федора Ивановича Шаляпина. Словом, что я вам говорю? Я думаю, что сейчас, когда вы войдете на эту выставку, увидите ахиши конца 19 века, увидите, к сожалению, копии, пока копии, надеемся, эскизов, декораций и костюмов удивительных художников, известнейших художников, с которыми работал Федор Иванович Шаляпин. Если вы попробуете прочитать невероятно тытические письма Шаляпина в своей воздушке, то вы поймете, почему Тифлис стал самым чудодейственным годом для Федора Шаляпина. А закончить свое небольшое выступление я хочу словами самого Федора Ивановича Шаляпина из Кирова. Ивановича Шаляпина. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!